Посещение Иисусом нефийцев после Своего воскресения было тщательно организовано с целью научить нас самому важному. Оно началось со свидетельства Отца народу о том, что Иисус есть Его возлюбленный Сын, в Котором Его благоволение. Затем сам Иисус спустился и свидетельствовал о Своей искупительной жертве, предложив народу верно узнать, что Он есть Христос. Он предложил им подойти, чтобы иметь возможность осязать раны на Его теле и следы от гвоздей на Его руках и ногах. Эти свидетельства, без сомнения, подтвердили, что искупление Иисуса было совершено и что Отец полностью исполнил Своё обещание предоставить Спасителя. Затем Иисус учил нефийцев, как они могут обрести благословение, задуманного Отцом плана счастья, доступное благодаря искуплению Спасителя, поведав им об учении Христа. Моё послание сегодня сосредоточено на учении Христа. В Священных Писаниях говорится, что учение Христа включает проявление веры в Иисуса Христа и Его искупление, покаяние, крещение, получение дара Святого Духа и стремление устоять до конца. Искупление Иисуса Христа создаёт условия, в которых мы можем полагаться на заслуги, милость и благодать Святого Мессии, усовершенствоваться во Христе и обрести всё доброе, и получить жизнь вечную. С другой стороны, учение Христа — это средство, и это единственное средство, с помощью которого мы можем обрести все благословения, доступные нам посредством искупления Иисуса. Именно благодаря учению Христа мы можем получить доступ к духовной силе, которая возвысит нас из нашего нынешнего духовного состояния, в состояние, в котором мы сможем стать совершенными, подобно Спасителю. Об этом процессе перерождения старейшина Тодд Кристоферсон сказал, перерождение, в отличие от нашего физического рождения, это больше процесс, нежели событие. И участие в этом процессе есть главный смысл земной жизни. Давайте обсудим каждый элемент учения Христа. Первое. Вера в Иисуса Христа и Его искупление. Пророки учили, что вера начинается со слышания слов Христа. Слова Христа свидетельствуют о Его искупительной жертве и говорят нам, как мы можем обрести прощение, благословение и возвышение. После того, как мы услышали слова Христа, мы проявляем веру, следуя учениям и примеру Спасителя. Для этого, как учил Нефий, мы должны полагаться всецело на заслуги Христа, который имеет силу спасать. Поскольку Иисус был Богом в приземном существовании, прожил безгрешную жизнь и в ходе совершения искупления удовлетворил все требования правосудия для меня и для вас, Он обладает силой и ключами совершить воскресение для всего человечества. И благодаря Нему, милость теперь может взять верх над правосудием на условиях покаяния. Как только мы поймем, что можем обрести милость через заслуги Христа, то сможем иметь веру, приводящую к покаянию. Таким образом, полагаться всецело на заслуги Христа значит верить, что Он сделал все необходимое для того, чтобы спасти нас, и затем действовать согласно этой вере. Вера также побуждает нас перестать переживать о том, что о нас думают окружающие, и уделять гораздо больше внимания тому, что о нас думает Бог. Второе. Покаяние. Самуэл Ламониец учил, «Если вы уверуете в имя Христа, то вы покаетесь во всех ваших грехах». Покаяние — это драгоценный дар от нашего Небесного Отца, доступный благодаря жертве Его Единородного Сына. Это процесс, который дал нам наш Отец, и с помощью которого мы изменяем свои мысли, действия и само естество, чтобы мы могли становиться более и более подобными Спасителю. Он предназначен не только для серьезных грехов. Это ежедневный процесс самооценки и самосовершенствования, помогающий нам преодолеть свои грехи, несовершенства, слабости и недостатки. Покаяние помогает нам становиться истинными последователями Христа, наполняет нас любовью и изгоняет страх. Покаяние — это не запасной план, если вдруг не получится выполнить наш план жить совершенной жизнью. Постоянное покаяние — это единственный путь, идя которым мы можем обрести неприходящую радость и вернуться к нашему Небесному Отцу и жить с Ним. Посредством покаяния мы покоряемся воле Бога и становимся послушными Ей. Но это не сделать в одиночку. Признание величия Бога и собственного ничтожества, вкупе с нашими самыми искренними усилиями привести свое поведение в соответствии с волей Бога, впускает в нашу жизнь благодать. Благодать — это божественная помощь и сила, которая дается через милость и любовь Иисуса Христа, чтобы совершать добрые дела, которые были бы для нас недоступны, если бы мы полагались только на себя. Поскольку покаяние имеет целью помочь нам стать подобными Спасителю, чего мы не можем сделать самостоятельно, нам крайне нужна благодать Спасителя, чтобы мы могли необходимым образом изменить свою жизнь. Каясь, мы заменяем свое старое, неправедное поведение, слабость и несовершенство, и страхи новым поведением и убеждениями, приближающими нас к Спасителю и помогающими нам становиться подобными Ему. Третье — крещение и причастие. Пророк Мормон учил, что первый плод покаяния — это крещение. Полное покаяние должно сопровождаться таинством крещения, которое совершается носителем Божьей власти священства. Для членов Церкви Заветы, заключенные при крещении и других таинствах, возобновляются путем принятия причастия. При выполнении таинств крещения и причастия мы обещаем соблюдать заповеди Отца и Сына, всегда помнить Христа и быть готовыми взять на себя имя Христа, то есть выполнять Его работу и развивать в себе Его качества. Спаситель, в свою очередь, обещает простить или отпустить наши грехи и более обильно изливать на нас свой дух. Христос также обещает подготовить нас к вечной жизни, помогая нам становиться подобными Ему. Таинства и Заветы — это неотъемлемая часть учения Христа. Именно посредством достойного получения этих тайн священства и соблюдения соответствующих заветов нашей жизни может проявляться сила божественности. Старейшина Тодд Кристоферсон объяснял, что эта сила божественности входит в человека посредством влияния Духа Святого. Четвертое. Дар Святого Духа. После крещения нам дается дар Святого Духа через Таинство Конфирмации. Этот дар, если мы примем его, позволит нам иметь постоянное напарничество Бога и непрерывный доступ к благодати, которая непременно приходит с Его влиянием. Будучи нашим постоянным напарником, Святой Дух дарует нам дополнительную силу соблюдать наши заветы. Он также освящает нас. То есть с Его помощью мы освобождаемся от грехов и становимся непорочными, чистыми и святыми через искупление Христа и Иисуса. Процесс освящения не только очищает нас, но также награждает духовными дарами или божественными качествами Спасителя и изменяет саму нашу природу таким образом, что нет у нас больше намерения творить зло. Каждый раз, когда мы через веру, покаяние, таинство, служение по образцу Христа и другие праведные свершения впускаем в свою жизнь Святого Духа, мы меняемся, пока постепенно, шаг за шагом не станем подобными Христу. Пятое. Стремление устоять до конца. Пророк Нефи учил, что, получив дар Святого Духа, мы должны устоять до конца, следуя примеру Сына Бога Живого. Старейшина Дейл Ренланд описал этот процесс следующими словами. Мы должны совершенствоваться постоянно и непрестанно, проявляя веру во Христа, каясь, принимая причастие для возобновления заветов и благословений крещения, а также в еще большей степени получая Святого Духа в качестве постоянного спутника. Поступая так, мы становимся более похожими на Христа и стараемся устоять до конца со всеми вытекающими последствиями. Другими словами, получение Святого Духа и последующие перемены внутри нас укрепляют нашу веру. Возросшая вера ведет к дополнительному покаянию, и, принося свое сердце и грехи в символическую жертву на алтаре причастия, мы в еще большей степени получаем Святого Духа. Получение Святого Духа в еще большей степени направляет нас по пути перерождения. Если мы продолжаем идти этим путем, получаем все спасительные таинства Евангелия и заключаем все заветы, мы получаем благодать за благодатью, пока не получим полноту. Братья и сестры, применяя учения Христа в своей жизни, мы получаем как мерзкие, так и духовные благословения, даже проходя через испытания. В конечном итоге мы сможем держаться за все доброе. Я свидетельствую о том, что этот процесс имел место и продолжает иметь место в моей жизни, шаг за шагом. Но что более важно, мы должны применять учение Христа в своей жизни, потому что это единственный путь обратно к нашему Небесному Отцу. Учение Христа — это единственный путь принять Спасителя и стать Его сыновьями и дочерьми. Собственно, единственный способ быть искупленными от греха и развиваться духовно состоит в том, чтобы применять учение Христа в своей жизни. С другой стороны, апостол Иоанн учил, что всякий, не пребывающий в учении Христа, не имеет Бога. И сам Иисус сказал 12 ученикам из числа нефийцев, что если мы не будем проявлять веру в Христа, не будем каяться, не крестимся и не устоим до конца, то будем срублены и брошены в огонь, откуда больше не сможем вернуться. Так как же мы можем применять учение Христа более полно в своей жизни? Один из способов — каждую неделю прилагать сознательные усилия, чтобы готовиться к причастию, с молитвой обдумывая, в чем нам больше всего нужно измениться. Затем мы можем принести в жертву на алтарь причастие то, что мешает нам быть подобными Иисусу Христу, моля в вере о помощи, прося о необходимых духовных дарах и обещая стать лучше на предстоящей неделе. Если мы будем поступать так, Святой Дух еще в большей степени будет пребывать в нашей жизни, и у нас будет дополнительная сила преодолевать свои несовершенства. Я свидетельствую о том, что Иисус Христос есть Спаситель мира, и что только Его именем мы можем быть спасены. Все доброе доступно только благодаря Ему. Но если мы действительно хотим держаться за все доброе, включая жизнь вечную, мы должны постоянно применять учение Христа в своей жизни. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.